Добрый день, это Спорт на Дожде. Меня зовут Дмитрий Матеранский и со мной сегодня в студии Кирилл Благов. Человек, который гораздо лучше знает меня, чем я. Как что говорить о хоккее, да, Кирилл? Конечно, безусловно. Всегда, конечно, с удовольствием. Ну и человек, с которым мы будем сегодня говорить, почему о хоккее, с кем мы будем сегодня говорить о футболе, необычном футболе, это Андрей Бухлицкий, вратарь сборной России по пляжному, собственно говоря, футболу. Андрей, привет. Я все правильно сказал? Добрый день. И добрый вечер. Прекрасно. Да, замечательно. Я уже наговорил глупости. Кирилл Благов, объясни мне, пожалуйста, что у нас великого предстоит в пляжном футболе в ближайшее время, почему мы Андрея сегодня позвали? Ну, начать с того, что обычно футбол уже вот надоел. Вот уже здесь сидит со своими этими постоянными трансферными слухами, как кто-то куда-то переходит, кто-то не переходит, кто-то платит бешеные деньги, еще что-то. А за всем за этим мы забыли, что уже в ближайшие выходные стартует Евролига по пляжному футболу. То есть это, пожалуй, один из самых престижнейших турниров, которые только есть для сборных в пляжном футболе. И Андрей, собственно, защищает ворота сборной России в этом виде спорта. Поэтому, собственно, он и пришел сегодня к нам в гости, чтобы рассказать, что пляжный футбол ничуть не хуже, чем обычный. Хотя многие считают наоборот. Просто пока не достаточно популярный, наверное, только в этом минус его. А в остальном, я считаю, его лучше. А вот, Павел, на твой взгляд, почему он не столь популярен? Ну, смотри, это отлично. Такие накаченные тела, песок, солнце, девушки. А вот что, в чем проблема? Ну, банально, наверное, как всегда, в отсутствии денег и информационный голод такой у нас присутствует. Мало освещает нас. А в остальном, в принципе, мы не отстаем. Ну, смотри, расскажи, вот этот турнир, который сейчас начался в Евролиге, да, расскажи вкратце, то есть, какова там система и чем все это закончится? Ну, судя по всему, точка будет поставлена уже, когда стартует там Кубок Мира, да, по пляжным футболам. Ну, это касаемо, мы говорим сейчас о европейском турнире, который стартовал, в принципе, он раньше, уже группа сыграла. Есть две группы. Мы участвуем, мы просто сейчас стартуем позже, и второй тур у нас в конце месяца, по-моему, в 29-х числах, 29-е, 30-е, 31-е. И по сумме набранных очков, две команды отчисляются, а потом играет суперфинал в Москве, в начале августа. Это в начале августа будет в Москве? А где именно в Москве? Да, поклон на горе. Там сейчас, по-моему, уже будут играть волейболисты, мы как бы всегда в паре идем. И пляжный волейбол, и пляжный футбол, чтобы стадион один был. А в эти выходные с кем будете играть? Наша группа Португалия, Турция, Румыния. И что, от кого больше всего неприятностей ждешь? Неприятностей? Да не жду так, опасаюсь. Надо играть каждый матч, не выбирай соперника. Смотри, ну, а все-таки в пляжном футболе точка в сезоне – это Кубок Мира, да? Ну, такая верхняя планка, наверное, скорее всего. И мечтаний, и истреблений футболистов, зрителей. Потому что это грандиозное совершенно действие будет в данном году. Это будет Риме, Риме не по-моему, а Равайна-Равайна, извиняюсь, в Италии. И смотри, сегодня вот жеребевка прошла и в группе у сборной России Таити и Нигерия. Еще одна команда пока не определилась. Там вполне может оказаться Бразилия, да? В Бразилии, я так понял, в четвертой группе, поскольку она чемпион мира. И, по-моему, насколько я понимаю, она в четвертой группе, не помню ее состав. А у нас будет третий, кто займет третье место на отборах Ковнебол. Ну, а на твой взгляд, это вообще в целом серьезная группа, нет? Да, не люблю считать вообще. И также большого футболика вспоминается мне, когда на Европе, не помню, на мира российской сборной, у них группа там была какая-то... Ну, да, да. Такая лёгенька, все сразу почитали, кто как, чего выдох. И в итоге было тяжело и не вышло. Понятно. Ну, да, действительно, лучше не гадать, лучше играть. Не гадать и играть. Диман, ты там не заскучал еще раз? Да, действительно, я вас не потерял. Я вот что хочу предложить. Мне, к сожалению, как я понял, Андрей меня не очень хорошо слышит. Я предлагаю сейчас вам устроить такой короткий экскурс по базовым совершенно вещам, чтобы вот Андрей прокомментировал, чтобы мы немножко лучше узнали, что такое пляжный футбол. Мы подготовили несколько фотографий, несколько символов и попросим, чтобы Андрей, глядя на эти фотографии, сейчас, собственно говоря, нам немножко прокомментировал. Андрей, вот если ты нас слышишь, твои ассоциации вот по этому поводу. Это самое главное в пляжном футболе? Ну, это одна из самых главных составляющих. Для зрителя, не для спортсмена. Вам совершенно вот удается на это никак не концентрироваться. Слушай, а скажи мне, бывали такие случаи, что кто-то из футболистов вот там женился на ком-то из девочки, нет? Зачем жениться, Кирилл? Это не главное. Нет, такого не было точно. А, следующая фотография, Андрей. Ассоциации мои. Победа всегда радость и счастье. Я хочу, чтобы футбол больше было у всех. Что это вот там вот это, что это за приз у вас такой? Да неважно, это на самом деле планшетка о выигрыше Евролиги. Без Кубкова мы обошлись в Италии. А, это неважно. Да, неважно. Главное, результат. Хорошо, а еще одно изображение, которое мы считаем важным. Старина Кантана, говорили, что он сборную России может возглавить одно время. Был разговор, да. Насколько я знаю, он отказался и уехал в другое место работать. Ну, а на твой взгляд, нужен бы был такой мужчина, который прям... Ну, зачем нам лицо? Нам нужен тренер. И у нас сейчас есть это Михаил Лихачев. Все идет по плану. Это лицо, это уже реклама. Вот насчет лица и рекламы сейчас был интересный опыт в большом футболе. Вот только что мы это прошли. Про то, как там эдакий Чак Норрис приезжал в Грозный. Хорошо, мы поговорили, друзья, о пляжном футболе. Я предлагаю немножко эту тему вернуть. Андрей вместе с нами остается. Мы переходим к другим темам. Это спорт на дожде. Друзья, мы... У нас осталось самое главное и интересное, что мы сегодня... Зачем мы, собственно говоря, устроили сегодня спорт на дожде? Большой турнир по большой еде. Поэтому мы к нему начинаем готовиться. А вы, пожалуйста, еще раз посмотрите на 96-й ежегодный турнир по поеданию хот-догов, который проходит каждый год на Кони Айленде. А через минуту мы встречаемся в студии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, друзья, это то, что каждый год происходит на Кони Айленде, а сейчас первый в истории чемпионат дождя по скоростному спортивному поеданию бананов. Я представляю вам нашего арбитра, это Игорь Иванов. Игорь Иванов, расскажите нам о правилах. Добрый день. Правила очень простые. Перед каждым из наших участников Андрей Кирилл Дмитрий лежит в связках бананов. Побеждает тот, кто первый съест три банана. Нужно показать три шкурки и показать пустой рот, что бананы съедены. Сейчас мы начнем по сигналу. Первый открытый чемпионат телеканала «Дождь» по поеданию бананов имени Роберто Карлоса. Итак, раз, два, три, начинаем. Да, ну, в принципе, участники начинают, в общем, в одинаковой технике. Хотя мне кажется, что Кирилл немножко отстает от первых двух участников. А вот Дмитрий не успев съесть первый банан, немедленно чистит другой, принесет ему удачу. Окей, Андрей полностью съел один банан. Но, кажется... Черт, невозможно определить лидера этих состязаний, безусловно, увлекательных людей. Товарищ, можно два банана сразу есть, а? Ну, а, собственно, почему нет? Чрезвычайно интересная техника. И, кажется, Дмитрий вырывается вперед. Один банан съеден целиком, еще два в руке. У Андрея съедено два банана, и он переходит к третьему. И Кирилл, конечно, безнадежно отстает. Я перебил аппетит. Итак... Андрей, на голе секунда обводит Дмитрия Матерянского и выигрывает первый открытый чемпионат телеканала «Дождь» по поеданию бананов. Не могу убрать! Это приз отменять. Я прямо на фотофинекса. У нас нет времени для овертайма экспозиции, Кирилл? Я отказываюсь. Что, вы показали отличное время, да, у нас, наверное, есть время и для... У нас есть время, пока и доем, наверное, уже. А какую технику, Андрей, вот вы... То есть, нет, вот моя тема, вот я что-то пытался придумывать по тактике, чистить... Дима, у тебя была импровизация, у меня была равномерная, распределенная работа. У меня, я вот пытался как раз использовать технику, которую я сейчас видел на чемпионате по поеданию хот-догов у этого товарища. Но я вам скажу, что это непростое, к этому нужно готовиться, и я вот почувствовал некое... Тренироваться, тренироваться. Это, нет, я не думаю, что нужно тренироваться и увлекаться, но это требует подготовки, это серьезное такое событие. Не то, что ты взял сразу так очень удачно съел. Это непросто, на самом деле, дорогие друзья. Ну, походу, мне казалось, что Дмитрий выиграет за счет этого тактического приема, который, конечно... Хороший, хороший финишный спутник. Мои морально-волевые, я думаю, сыграли тут. Но здесь агрессивный стиль, если мы посмотрим на эти шкурки, то здесь буквально их разрывали, вот просто это было понятно, что этот человек настроен сегодня на победу, и поэтому... А-а-а, ну что, да, господин режиссер, я думаю, что нам не имеет смысл затягиваться, я думаю, что мы прекрасно провели время. Спасибо большое нашему арбитру Игоря Иванову, который забрал мне победу. Я обязательно пересмотрю повтор еще внимательно и убежись, что это все было не так. Кирилл Благов, Дмитрий Матеранский, конечно, и первый чемпион дождя по поеданию бананов. Андрей Бухлицкий. Братарь из России поплёжного футбола. Андрей Бухлицкий, спасибо, что были с нами, это спорта дождя. Побеждайте всегда! Пока! Всего доброго!